Доброго воскресного утра! В Котласе депутаты предлагали не принимать бюджет 2017 в первом чтении, а архангельские избранники утвердили такой документ уже во втором. Это отставание на юге региона или опережающий темпы столицы Поморья? Разберемся. Реинкарнация проекта архангельского городского телевидения «Сельхоз вопрос» состоялась. Актуальные темы, полезная информация и неизменно ведущий Михаил Силантьев, сведущий в вопросах сельского хозяйства. Перечислим поименно и удивимся. Год кино в Архангельской области был наполнен визитами звезд отечественного кино и театра. Итоговый обзор представит Алексей Шемякин. Если рубим, то по правилам, иначе просто покупаем. В Архангельске открываются елочные базары и кто во что гораст, как украшают главное новогоднее дерево в районных области и квартирах архангелогородцев. Любопытный обзор от Ирины Ившиной. Новый формат турнира по хоккею с мячом. Выгнал болельщиков с трибун и обескровил команды или дал дорогу молодым. Алексей Карельский выслушал мнение в хоккейном закулисье. На выходящей неделе поразили китайцы, которые приезжали в Архангельске с губернатором и в кабинетах правительства высказывали желание организовать для своих соотечественников туристические поездки именно по Архангельской области. У нас, конечно, много красивых, значимых мест, но мы-то к ним давно привыкли, глаз замылился. А тут, когда из Поднебесной заинтересовались, невольно пытаешься взглянуть на родной край под другим углом и спросить себя, так значит, есть у нас здесь что-то этакое, раз люди готовы за тысячи километров прилетать и оценить. А мы ценим? Вопрос риторический. Однозначного ответа нет, поэтому поближе к делам житейским. Узнаем, что волновало жителей региона на этой неделе. В Устьянском индустриальном техникуме на уходящей неделе был День карьеры. В феврале 2017-го из его стен выйдет 30 молодых специалистов. Повара-кондитеры, трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства, машинисты лесозаготовительных и трелевочных машин. А в июне дипломы получат еще 22 студента. Техники-технологи деревообработки и технологи продукции общественного питания. День карьеры – это встреча молодых специалистов со своими потенциальными работодателями, на которой, кстати, прозвучали конкретные предложения о трудоустройстве. Были на ней представители группы компаний УЛК, хлебозавода, руководители точек общепита и пекарен из Устьянского района. Мы должны знать, что в головах у наших детей, что они хотят дальше от жизни, чем они заинтересованы. Кто-то нашу профессию будет продолжать или это просто вот такое пройдет, но работать я не буду. Нам тоже это надо. В Мизенской центральной районной библиотеке в начале уходящей недели открылась комната памяти краеведа, уроженца и почетного гражданина Мизени Николая Анатольевича Окладникова. В молодые годы он жил в Наринмаре, был сыщиком. Уже на пенсии в 63 года участвовал в историко-географической экспедиции ушкуйников, которые прошли путь на лодках от Архангельска до Пустозерска по северным рекам, Мизенскому заливу Белого моря, оставив позади больше 1700 километров. Николай Анатольевич, автор 14 книг, знаток истории Мизенского и Печорского краев. В Пинежском районе горячо обсуждают результаты первых районных соревнований по дисциплине «Ловля на мормышку со льда». Это был командный турнир на озере Плоское. Правила жесткие. Запрещалось кидать рыбу или даруб на лед, распивать спиртные напитки, выходить без разрешения своего сектора. Участвовало пять команд. На все про все давалось два с половиной часа. По истечении времени судьи собрали пакеты с рыбой, затем взвесили их на электронных весах. По общему результату победила команда РПП. Впервые, наверное, рыбаки так радовались, что вместо рыбалки провели время как-то иначе. Всегда и проводится, где не особо много рыбы, и крупная, для того, чтобы не выпить популяцию. Потому что если столько спортсменов наедет, можно тут все выстегнуть. В Котласе на уходящей неделе страсти кипели вокруг проекта бюджета на 2017 год. Депутаты чуть не завернули первое же чтение. Причина – предложение администрации о приватизации пяти муниципальных предприятий всего за 300 миллионов рублей. Первая сумма – 115 миллионов – должна была поступить в казну в 2017 году. Большая часть депутатов отказалась от принятия такого решения. В результате состоялся компромисс. Муниципальные предприятия предложили приватизировать не с целью получения дохода в казну, а для того, чтобы позволить им выжить в условиях ужесточающегося законодательства. Главное требование – стопроцентное участие города после акционирования. Только когда глава Котласа Андрей Бральнин дал свои гарантии, состоялись решения и по приватизации, и по принятию бюджета в первом чтении. Ни о какой продаже на сегодняшний день ни долей, ни акций речи не идет. Решение только идет о том, чтобы начать процедуру преобразования из муниципального предприятия в общество с ограниченной ответственностью или в акционерное общество. В Архангельске на этой неделе также обсуждали бюджет 2017. Правда, уже во втором чтении. Это когда утверждается детализация по расходным статьям. Сюрпризов, как в Котласе, даже на уровне разговоров не случилось. Горячо стало только, когда дело дошло до вопроса по водоканалу. Олеся Кокина записала подробности. 34-я сессия Архангельской городской думы выдалась напряженной. Во втором чтении с минимальными поправками принят городской бюджет. Его доходная часть составит 7 миллиардов 423 миллиона рублей, расходная на 209 миллионов рублей больше. При этом он сохранил свою социальную ориентированность. Почти 5 миллиардов рублей потратят на образование, здравоохранение и культуру. На развитие города, в том числе дороги и инфраструктуру, предусмотрен 1 миллиард 614 миллионов рублей. Особенность будущего года – дефицит вдвое меньше допустимого предела, то есть 5%. Покрывать его будут традиционным способом. Компенсировать недостающие средства город планирует за счет межбюджетных кредитов с низкими процентными ставками. А к 2018 году муниципалитет намерен и вовсе выйти на бездефицитную казну. Это поможет снизить затраты по обслуживанию внутреннего долга. К слову, под спорьем в этом вопросе должен стать и рост доходов населения. Рассчитываем, что начиная со следующего года у нас доходы все-таки начнут расти. В первую очередь за счет налога на доходы физических лиц. То есть все-таки мы рассчитываем, что постепенно заработная плата, которая сегодня у нас фиксируется на уровне 35 тысяч рублей, уже с будущего года по 2,5 тысячи рублей в год будет увеличиваться. Вовлечь людей в развитие Архангельска планируют и в сфере водоснабжения. Бурные дискуссии на сессии вызвал вопрос о повышении тарифов на воду. Городской водоканал находится в тяжелом финансовом положении. Сети изношены, заметно упало качество воды. На предприятии висит полуторамиллиардный долг. Единственный выход – привлечение инвестора и заключение концессионного соглашения. Но для этого должен быть установлен экономически обоснованный тариф. Для города мы сегодня получили возможность, наверное, впервые уже за многие годы, вывести систему водоснабжения города из того состояния. Сегодня упоминали, аж с 2004 года она плавно-плавно шла по штопору вниз. Сегодня, я не говорю о том, что мы уже чего-то добились, мы получили финансовую и экономическую возможность вывести ее на уровень, как, например, сейчас сравнивают люди с Сыктывкаром. Передача водоканалов на концессию позволила обеспечить их модернизацию в Нижнем Новгороде, Рязани, Саратове. Параллельно с Архангельском такой же путь выбрали и в Ярославле. Однако правительство Поморья выбрало более демократичный вариант развития событий, чтобы уйти от значительного повышения тарифов для горожан. Водоканал получит 385 миллионов рублей в виде субсидий из регионального бюджета. Учитывая то, что и областной бюджет тоже находится в жестких рамках дефицита, поэтому, на мой взгляд и на взгляд моих коллег по фракции, это выверенное решение, которое позволит нам, первое, сохранить водоканал, второе, сильно не увеличить нагрузку на население. Повышение пройдет в два этапа. С декабря 2016 на 20% а с июля 2017 еще на 10%. По оценкам агентства по тарифам и ценам, увеличение стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению всего на 5 рублей за кубометр привлечет дополнительно 80 миллионов рублей. Уже в начале будущего года предприятие сможет приступить к реализации своей инвестиционной программы. Но в начале будет проведена диагностика. Можно заменить все сети в течение каких-то десятков лет, но по сути результата, наверное, это особо не даст. Ну, пока вы одну часть будете менять, другая. Поэтому именно лежит, еще раз скажу, именно в инструментальных, именно в диагностических каких-то инструментах, для того, чтобы определить наиболее уязвимые, наиболее изношенные участки. И будем устанавливать расходомеры в городе, будем устанавливать датчики поиска скрытых утечек, приобретемый утечий искатель для определения места открытых утечек. Ну, достаточно большой такой массив мероприятий. Перемены к лучшему на водоканале обойдутся в 4 миллиарда рублей. Большую часть этой суммы возьмет на себя будущий инвестор. В софинансировании частного государственного партнерства поучаствуют бюджеты двух уровней. А горожане внесут свою лепту, оплачивая услуги муниципального предприятия. Стоит отметить, что по условиям инвестпрограммы к 2018 году рост тарифов не будет превышать инфляцию, а к 2024 запланировано снижение стоимости. Олеся Кокина, Виктор Коноплев. 7 дней в регионе. Об этом можно говорить и спорить без конца. Каждый, кто выращивает овощи на грядке, уже считает себя не дилетантом и готов обсудить любые проблемы сельского хозяйства. А они, конечно же, есть в Архангельской области, так же, как в других регионах. Поэтому мы возобновляем проект «Сельхозвопрос». Передаю слово Михаилу Силантьеву. Здравствуйте. С вами вновь Михаил Силантьев и наша рубрика «Сельхозвопрос». Сегодня поговорим о рыбе. Оценивая перспективы развития рыбной промышленности в Архангельской области на днях, региональный министр ГАПРОМа Алексей Каратенков отметил, что положительная динамика в отрасли есть. Не только в финансовое хозяйство деятельности предприятий, но и в объемах инвестиций в отрасль. В структуре рыбохозяйственного комплекса региона сегодня 19 крупных и средних предприятий, в том числе 11 наших рыболовецких колхозов. Итоги этого года еще подводятся, но в 2015 году объем домыча, трески и других промысловых морских пород рыб составил 150 тысяч тонн, в том числе более 10 тысяч тонн при осуществлении прибрежного рыболовства. Так называемый прибрежный лов ведут в основном частные рыбацкие артели. Их улов – это беломорская селедочка, навага, корюх, комбалка. Еще в Архангельской области ежегодно добываются около 1000 тонн морских водорослей. Нарядуемых предпринимателями участка идет также вылов речной и озерной рыбы. Предприятиями региона за 2015 год произведено более 103 тысяч тонн продукции. Сопоставимый объем по предварительной оценке будет и по результатам работы в 2016 году. При осуществлении промысла задействовано 20 рыболовных судов, находящихся на балансе предприятий Архангельской области. В последние годы флот обновляется. По данным Министерства АПК и торговли, с 2012 по 2015 год объем вложений в модернизацию составил почти полтора миллиарда рублей. И процесс продолжается. Например, одно из самых крупных предприятий отрасли уже подписало официальное соглашение на строительство четырех новых траулеров. И планирует приобрести еще два рыболовных судна. В свете изменений в законодательстве другие рыболовецкие предприятия региона также планируют начать обновление промыслового флота, отметил министр. Одной из важнейших задач на будущее, по его словам, является дальнейшее совершенствование законодательной базы в сфере рыболовства с учетом интересов рыбаков по морю. К сведению, в рыбной отрасли региона непосредственно трудится почти две тысячи наших земляков. Главная проблема отрасли сегодня, на мой взгляд, в том, что львиная доля добытой рыбы в нашу область не попадает. Траули разгружаются либо за рубежом, продавая продукцию за полновесные евро и доллары, либо реализуют ее через Мурманский рыбный порт по всей стране. В самом Архангельске рыба уже не может считаться ежедневной едой, как это было в старые времена. С другой стороны, позволить себе сделать хотя бы один день в неделю рыбным может каждый. У архангелогородцев в этом вопросе, в отличие от других городов, есть надежный консультант и помощник сеть гастрономов Альбатрос. Гастрономы Альбатрос не просто сеть хороших магазинов. Это флагман в своем деле. Только на первый взгляд кажется, что розничная реализация рыбы и морепродуктов – это просто. На самом деле, чтобы организовать процесс, необходимо знать особенности рыбного промысла, возможности переработки, требования к современному производству рыбной продукции, учитывая логистику. А еще, конечно, понимать, что нужно покупателям. Да, свежая рыба, доступные цены. Меня все устраивает. Здесь мне очень нравятся морепродукты. У меня дети очень любят морепродукты. Салатики с печенью трески мы делаем. Палтус мы здесь покупаем. Здесь очень демократичные цены. Сияющая свежестью корюшка, непременное украшение праздничного стола, горбуша, не теряющие актуальности, печень трески, популярные форель, кита, мента и пикша. На прилавках наиболее востребованные породы рыб. Все ценники приемлемые, а качество продукции самое высокое. Объяснение этому есть, и оно простое. Сеть гастрономов Альбатрос работает только с проверенными местными поставщиками. Это Архангельский травой флот, компания Ягры и рыболовецкие колхозы Поморья. По сути, все рыбное изобилие, минуя склады, посредников и бешеные наценки, спешит на стол покупателю прямо с морских просторов. Мы всегда сертифицированы, отличного качества, выдерживаются в температурных режимах 18 градусов. Очень много интересных предложений. Первую неделю месяца мы проводим акции. Интересных предложений действительно много. Например, в рамках традиционных рыбных недель в сети гастрономов Альбатрос весь ассортимент морепродуктов предлагается по ценам от поставщиков. Стараемся удерживать эту планку на сегодняшний день и поставлять свежую сезонную рыбу на прилавки наших магазинов. В уходящем году в сети гастрономов Альбатрос прибыло. Новый магазин открыл двери для покупателей по адресу Воскресенская, дом 95. Так что свежей, вкусной и полезной рыбы хватит на всех. Рыбную тему в сельхозвопросе мы обязательно продолжим. А на сегодня у меня все. Встретимся через неделю. До свидания. С вами был Михаил Силантьев. Вы смотрите «Семь дней в регионе». Продолжаем. Заканчивается 2016-е. Это, как помним, год кино. Его предварительные итоги подвести уже можно. Главный результат. В Архангельской области о кино много говорили, его много показывали. Алексей Шемякин готов привести свои аргументы. Год российского кино в Архангельске отметили с размахом. Такого количества заезжих звезд столица Поморья не видела со времен кинофестивалей «Созвездия» и «Сполохи». И что ни имя, то поистине народный артист. Торжественно открыл год кино в феврале оскароносец народный артист России Владимир Меньшов. В этом году у нас снимался фильм «Мама» в главной роли народная артистка Советского Союза Инна Чурикова. Три в одном – литературная классика, опера и кинематограф. Такой получилась новая лента режиссера Павла Лунгина «Дама пик». В Архангельске «Маэстро» лично представил фильм за неделю до начала его официального проката. Образ Германа очень близок к современным молодым людям, которые не верят в справедливость, не верят в образование, не верят в то, что можно честными путями достичь чего-то в жизни. Народный артист России, лауреат Госпремии Лев Догин привез в Архангельск постановку вечного романа о подвиге и единении народа перед лицом Великой войны. Братья и сестры, этот спектакль уже 30 лет живет в репертуаре малого драматического. Попытались сделать то, что невозможно, дважды войти в одну и ту же воду. Ребята снова совершили путешествие на Пиннигов, снова были в Веркале. И я вот на сегодняшний день могу сказать, что при всем при том, что у меня прекрасные и интересные роли в театре и Чехов, в Шекспире, я все равно считаю, что братья и сестры – это мой самый любимый спектакль и самая любимая роль. В этом году исполнилось 55 лет со дня полета Юрия Гагарина в космос. В юбилейный год архангелогородцы смогли пообщаться с Ярославом Жолниным. Он сыграл главную роль в фильме «Гагарин. Первый в космосе». Пару раз перетрухал я в самолете, когда начинались там сложные пируэты. И тогда я понял, что это прям, когда ты не управляешь самолетом, но делаешь вид, тогда я просто упирался в потолок руками. Мастер-класс для детей с ограниченными возможностями провел в Поморской столице известный актер Сергей Перегудов. Артист рассказал о закулисной жизни театра и о том, как снимается большое кино. Перегудов большой актер, лауреат Высшей Петербургской театральной премии «Золотой софит» позволил себе рядом с особенными детьми самому стать ребенком и спеть голосом Михаила Боярского. И под занавес года кино в Архангельске прошел пятый международный фестиваль любительских и профессиональных фильмов и телепрограмм «Берегиня». География участников завораживает от Онежской глубинки до Испании. В этом году в конкурсном листе было 105 фильмов. Дипломы «Берегиня» отправились в разные уголки нашей страны и даже за рубеж. Ну и ярким событием станет приезд режиссера Андрея Кончаловского. Он посетит наш город уже 25 декабря и представит свой фильм «Рай», где в главной роли снялась его супруга Юлия Высоцкая. Так что в этом году архангелогородцы смогли вдоволь насладиться общением с именитыми артистами и почувствовать себя частью большого кино. Алексей Шемякин, «Семь дней в регионе». Среди ярких событий года кино и автопровек «Кинопередвижка». Он стартовал в начале июля в Архангельске. И был примечателен тем, что киноавтомобиль объезжал районы, в которых нет кинотеатров. Цель – показать жителям глубинки отечественные картины, а также документальные игровые фильмы. Причем, внимание, снятые в Архангельской области. Сегодня у нас в студии автор проекта Анатолий Конычев. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте. Скажите, неужели много фильмов снято в Архангельской области? У вас большой был репертуар? Ну, на самом деле, мы показывали не только снятый фильм в Архангельской области, а я специально собрал со всей России от независимых режиссеров молодых картины и решил показать их в Архангельской области, потому что, ну, надо же как-то воспитывать поколение, которое и так уже потеряли, на российском кино, именно том российском кино, которое производится в регионах. В том числе и нашим. У нас было произведено где-то здесь за два года два фильма, а в этом году мы бабахнули, сделали четыре короткометражки и заканчиваем сейчас один полнометражный фильм. Наверное, вот уже где-то в январе, в феврале вы уже увидите их на экранах. Хорошо. А что за сюжеты? Откуда актеров берете? Чей это вообще заказ? Вообще, на самом деле, как бы, актеры есть. Мы попробуем также смешивать, привозить профессиональных актеров из Москвы, чтобы они работали с нашими актерами, здешними, из драмтеатра, из молодежного театра. И обычный танцор. Вот фильм «Ледышка» был у нас в 2014 году, мы снимали. Мы взяли девушек из Новодвинской танцевальной студии какой-то. Они довольно-таки не на плохом уровне показали себя в фильме. Этот фильм достаточно по Европе проходил, много-много фестивалей выиграл. То есть это было не только внутри наших районов? Да, да не только внутри. Но, на самом деле, хотелось еще добавить, конечно, по кинопередвижки. Это вообще проект, который родился в начале этого года совместно с моим партнером, инвестором, который у нас уже не один фильм проинвестировал. И подумали мы такие, да, надо бы в регион. И реально, по состоянию дел мы съездили в эти районы, в Няндамске, Конышске, в Устьянский район, в Велинско-Подомском были. Видели, как там живут люди, видели, чего хотят, какое кино хотят. А они хотят вообще кино? Вообще, на самом деле, народу было не так много, как хотелось бы. Но все, кто приходили, они сидели по 3-4 часа без перерыва, сидели, смотрели фильмы. Благо, программ было 15 направлений различных, драматических, комедийных, боевики, типа Тарантино было. И всем очень понравилось то, что и просили еще привезти, только освещать больше. Потому что очень мало рекламы было, но, по ходу дела, у нас в области не очень развито СМИ. И очень плохо доходила информация до конечного потребителя. Приходили уже конкретно. Единственное, что деревня Морщинская, нам повезло. Мы приехали, и пока раскладывали, проектор доставали, директор клуба взял, обзвонил всю деревню, и 100 человек собралось. Сарафанное радио, все подошли. Сработало просто на ура. Люди сидели там же, сидели 3,5 часа, смотрели фильмы. А что люди потом говорили? Им интересно вообще киноискусство? Ой, а вот это мы сделаем фильм. Сейчас очень много материала мы отсняли с кинопередвижки. Мы сделаем фильм, где будет все рассказано, как, что, зачем, почему. Вообще, отзывы только положительные. Просили еще, еще, еще. Но почему-то сложилось такое мнение. Притом, реклама была так, что мы едем с кинопередвижкой, а было такое мнение, что мы ведем экипаж. На то время экипаж уже был в тренде. Но, к сожалению, экипажа не привезли, потому что, ну, если бы знали, то привезли. Но мы не знали, что необходимы экипажа. А привезли те короткометражки, те довольно-таки неплохие работы. Все, кто смотрели фильмы, они исказывали желание еще привезти. Пожалуйста, привезите нам обычные, обычные истории о жизни, о любви. Не надо боевиков, не надо никакой дурацкой комедийной рекламы, там, комедиклаб и так далее. Привезите простейшие фильмы о жизни. Такие, как «Любовь и голуби». Вот, пожалуйста. А нас, а нас, о жителях глубинки, так скажем. То есть, что получается? 2016 год, год кино заканчивается. И вот вся та бурная деятельность, которая была развернута, она закончится в следующем году? Или что дальше? Какое продолжение? На самом деле, год кино-то заканчивается, но кино не закончится никогда. Вот, год кино — это вообще, на самом деле, время, когда нужно начинать проекты. Не совершить, не завершить какой-то либо проект, а это стартап для того, чтобы мы создали какой-то проект, и он начал развиваться далее и далее. На данном этапе у нас вот проект «Кинопередвижка». Он сейчас с регионального масштаба переходит на федеральный уровень. На культурном форуме я презентовал этот проект, недавно вот был в Питере. Вот, и нашли партнеров из Казани, Иркутска, Якутии. В Ленинградской области по аналогии «Кинопередвижка» уже прошла. То есть мы уходим уже на федеральный уровень через Союз кинематографистов при поддержке также фонда кино. Мы будем продолжать этот проект в следующем году. А в Архангельске это область? В Архангельске он будет продолжаться, только он на более высоком уровне. Уже будут премьерные фильмы. Уже постараемся перевозить премьерные фильмы по тем клубам, где мы были. У нас уже четко выстроенная схема есть, какие клубы мы едем, что там есть. Две трети области уже, как говорится, проехали были. Следующим летом, возможно, начнем еще раньше. Начнем, так скажем, возить и показывать киноленты. Я думаю, начнем мы с фильмов Кончаловского, поскольку год юбилейный Андрея Сергеевича. Поскольку он приезжает еще к нам 25 декабря. И начнем с фильма Кончаловского. У нас в программе 10 фильмов Кончаловского, которые мы готовы показать здесь. В том числе и по нашего земляка Трипицына. Так что вот. Ну что же, мы ждем. Самое главное, чтобы действительно кино никогда не заканчивалось. Спасибо, Анатолий. Сегодня с нами в студии был Анатолий Конычев, автор и продюсер, автор проекта «Кинопередвижка». Мы продолжаем. Посмотреть хорошее кино – это, конечно, особое удовольствие. Только у каждого из нас хорошее свое. Вне конкуренции, судя по доходам от прокатов, остаются продукты Голливуда. Старые французские картины считаются уделом гурманов. Авторское кино сегодня в тренде. Хотя получать удовольствие от него способны далеко не все. Об отечественном кинематографе по-прежнему принято отзываться со скепсисом. Нравятся ли вам российские фильмы? С таким вопросом мы обратились к первым встречным на улице. Мне понравился «Призрак». Мне понравился сюжет. Игра актеров. Позитивное отношение к жизни. И то, что подростку такое уделили внимание в кинопрокате. Ледокол. Красивый фильм, красивый снят. Такая тема хорошая, мораль хорошая. Артисты хорошие. Дуэлянт мы вот вчера смотрели. Мне понравился сам сюжет. Только на мафию ходила, наверное. Мне нравится фантастика, сюжет, игра сама мафия. Мне тоже нравится. Российский, наверное, никаких. Потому что чаще всего смотрю только зарубежные кинематографы. До Нового года осталось меньше двух недель. А это означает, что все мы днем раньше или позже начинаем погружаться в предновогодние хлопоты. Поэтому сейчас о самом насущном. Обо всем, что связано с добычей новогоднего дерева. Без которого грядущий праздник неполноценен. Если вдруг в декабре вы решите прокатиться по лесной дороге, будьте готовы к встрече с лесной охраной. С 30 ноября лесничество начало заключать с северянами договоры купли-продажи новогодних елей. И в это же время начались практически ежедневные рейды, чтобы не допустить незаконную рубку. В 2015 году было поймано 6 нарушителей, ставленных протокол о действительных правонарушениях за незаконную рубку новогодних елей. В этом году еще ни одного черного елеруба задержать не удалось. Оно и понятно. За незаконную рубку хвойных может наступить не только административная, но и уголовная ответственность. Если нарушитель отправился в лес с приятелем и срубил две елочки, это уже преступное деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору. В лесничестве говорят, мухлевать нет никакого смысла. Вот такая вот елочка метр восемьдесят роста обойдется вам всего в 29 рублей 19 копеек. Если же вы срубите ее незаконно, то по кошельку ударит очень больно. Штраф от 3 до 5 тысяч рублей и придется возместить ущерб, нанесенный государству. А это дополнительные деньги. Срубить елочку или сосну без угрозы для кошелька и урона природе можно вдоль линии электропередач, а также на лесных участках, подлежащих расчистке. Но предварительно надо оплатить стоимость дерева и заполнить договор купли-продажи. Все эти документы можно скачать в группе Архангельского лесничества ВКонтакте. В этом году мы планируем 24 и 25 декабря в выходные дни также заняться приемом документов, чтобы все те, кто не успел сделать это в будние дни, смогли в принципе оформить и заготовить новогоднюю елку легально. Заключать договоры на самостоятельную добычу новогоднего дерева в Архангельском лесничестве будут вплоть до 30 декабря. Если же прогулки в лесу с топором на перевес не ваш формат, уже с 20 декабря еле можно будет купить. В Октябрьском округе с 20 по 31 декабря будут работать три елочных базара, два напротив розничного рынка на Нагорной и один у торгового центра ГИППа. Жители округа Майская горка смогут приобрести символ Нового года с 20 по 31 декабря на улице Галушина 15 и на улице Федора Абрамова 16. В Ломоносовском округе елки будут ждать своих хозяев с 22 по 31 декабря на Центральном рынке и на двух точках по улице Ваучейского. В Соломболе елочные базары откроются 23 декабря. На проспекте Никольский дом 33, улица Кедрово 26, улица Красных партизан, дома 12 и 28 и улица Терехина. Ирина Ившина, Ольга Красулина, 7 дней в регионе. На выходящей неделе Архангельск заметно преобразился, раскрасился к новогоднему празднику в яркие цвета, посветлел, похорошел. И это нормально, и это только начало. Уже в эти выходные во всех городских округах от Маймакса до Воравина торжественно и шумно зажгут окружные елки. А 25 декабря на площади Ленина откроют главную городскую ель. Сейчас заканчивают ее монтаж. Украшать елку начнут уже завтра. В этом году впервые образ новогодней красавицы создавал главный художник города. Прежде этим занимались сторонние подрядчики. Елка у нас каждый год разная. У нас ни один год не было такого, чтобы два года подряд одинаковая была елка. В этом году тоже будет своя концепция новая. Ну а какая она будет, это уже увидите. А вот елка у Кирхи уже принарядилась. В ноябре Поморская филармония объявила конкурс на лучшую новогоднюю игрушку. В ответ дети со всей области прислали почти четыре десятка украшений. К создателям этого волшебства у организаторов была только одна просьба. Все игрушки должны выдержать снег, ветер и прочие погодные неприятности, которые так часто случаются в Архангельске. Полюбоваться на украшенные ели можно будет и в архангельских дворах. Городские власти в этом году решили вдохновить северян на творчество. Впервые был объявлен конкурс «Новогодний Архангельск», который выявит самые нарядные и атмосферные дворы города. Предварительно решено, что до конца января месяца будут подведены итоги, вручены призы. Но комиссия, определяющая победителя, будет выезжать в город в период с 25 по 27 декабря. Абсолютный факт. Искусством новогоднего оформления архангелогородцы владеют. Вот такие ели нарядили подписчики нашей группы ВКонтакте. Конкурсы на лучшее домашнее праздничное дерево, к сожалению, никто не предложил. Но эту ситуацию исправит наша телекомпания. Следите за новостями в группе Архангельское телевидение. И, кстати, во время работы над материалом мы с удивлением обнаружили. В этом году в сети появились номинанты на звание лучшей зомби-елки. Вот, например, чудесная праздничная ель в городе Копейской Челябинской области. А вот красавица из украинского города Черновцы. В этом конкурсе Архангельск не участвует. Ирина Ившина, Евгений Зыков, 7 дней в регионе. В районах и городах на этой неделе тоже постарались создать предпраздничное настроение. В Северодвинске уже зажгли огни на главной новогодней елке. По этому поводу устроили настоящий праздник. Эскиз елочного наряда создали специалисты детской художественной школы номер 2. А в новогоднюю ночь центральной композицией станет иллюминация в виде яркого хвоста петуха. В этом году, мне кажется, гораздо красивее, чем было в прошлом году. Правда, хвоста петуха мы так и не увидели. Как мы не старались. А в Новодвинске в дополнение к новогодней елке на Комсомольской площади установлены две светодиодные арки. Подарок целлюлозно-бумажного комбината. С ними главная площадь города заиграла по-новому. Конечно, хотелось бы украсить какими-то новогодними красотами весь город. Но, к сожалению, пока нет такой возможности. Хотя, пользуясь случаем, я призываю всех предпринимателей города украсить свои здания и свои территории. В Котласе главную городскую елку откроют завтра, 19 декабря. Искусственная красавица уже стоит на площади Советов. Церемонию зажжения огней проведет Дед Мороз. А почетным гостем на празднике станет Матушка Зима. Она специально приедет из Ленского района, где в селе Яринск расположена ее резиденция. В Архангельске утверждена программа новогодних и рождественских гуляний. О том, какие сюрпризы подготовили нам у строителей праздника, расспросим Наталью Зарубину, начальника управления культуры и молодежной политики администрации Архангельска. Здравствуйте. Доброе утро, Светлана. Доброе утро, Архангелогородцы. Я думаю, что программа уже началась, она уже стартовала, что-то уже идет на площадках города. Вы знаете, если говорить о программе, то она началась еще 20 ноября, когда мы открыли праздничное, открыли на Чумбаровке нашу первую елку. 3 декабря мы отпраздновали день рождения нашего снеговика, и была чудесная программа в парке перед Соломболой Арт. И в эти дни, вчера, сегодня открываются елки в наших округах. Если говорить о центральных празднованиях, то они пройдут в районе набережной, около площади Мира. И здесь с 1 января по 8 января нас ждут праздничные гуляния. Целево мы сориентировались на нашу детскую аудиторию, семейную аудиторию. И каждый день с 12 до половины второго наших горожан с детьми будут ждать игровые программы, которые подготовили наши работники учреждений культуры. Что касается новогодней ночи, в этом году мы оттолкнулись от сюжета фильма «Карнавальная ночь». Конечно, будет Дед Мороз, конечно, будет долгожданный праздничный салют, поэтому мы всех горожан приглашаем в час 30 и до 3 часов ночи. Мы будем радовать праздничной программой. Что еще интересного? Я приглашаю всю молодежь, да и горожан, которые любят играть в снежки, потому что 7-8 января мы проведем уникальный для города турнир. Это достаточно интересный проект именно Архангельска, турнир «Игра в снежки Юки Гассен», которую проводит наша молодежь. Мы даже думаем о том, что, наверное, команда администрации посражается с нашей молодежью. Еще, конечно, хочется всех пригласить 7 января на празднование Рождества. Программа начнется днем и закончится вечером праздничным фейерверком. Там, помимо праздничной программы для детей, для взрослых, будут 4 подворья работать игровые. Это будет святошное подворье, подворье, где можно будет покаледовать, погадать, и страшное подворье. Талия Ивановна, любое массовое гуляние – это всегда веселье, бесшабашность, алкоголь и большое скопление людей в одном месте. И поэтому, наверное, очень так четко стоит вопрос с организацией безопасности. Конечно, конечно. Как это все будет выстроено в новогоднюю ночь и во все остальные массовые праздники? Мы в этом году первый организационный комитет провели достаточно рано. В нем принимают участие и все наши представители правоохранительных органов, службы, которые связаны с безопасностью дорожного движения, которые будут отвечать и помогать нам в безопасности проведения наших фейерверков и салютов. И что касается торговых точек, конечно, продажа алкоголя просто будет отсутствовать. Как раз наши коллеги Управления по торговле постараются сделать все для того, чтобы был горячий чай, были вкусные сладкие пирожки, сладости для детей. То есть установка у нас такая. Вот что еще будет в эти 9 дней проходить? Куда вы можете еще пригласить? С прицелом каким? Погода может поменяться. Обещали морозы, сейчас начинается оттепель. Возможно, какие-то есть уличные программы, которые вдруг в случае непогоды можно перенести на площадки закрытой и наоборот, чтобы не было отмены. И вот та программа, которая у вас задумана, она все-таки была реализована. Люди не скучали в свои эти 9 выходных дней. Светлана, вы знаете, во-первых, мы продумали все так, что люди не будут скучать. Праздники состоятся в любую погоду. Это принцип работы наших всех учреждений культуры. Но вместе с тем в этом году мы свели программу «Воедино». Неважно, какого ведомственного принадлежности, федеральные учреждения культуры, государственные, муниципальные. Программа у нас единая. Я бы всем посоветовала посетить Всероссийскую выставку «Лики России», которая идет сейчас у нас в Архангельске. Она работает на множестве площадок во всех центральных музеях города. Буквально вчера глава нашего города посетил эту выставку. И мы как раз говорили о том, что было бы очень интересно нашим детям увидеть это событие, потому что это событие последний раз, которое в городе проходило 50 лет назад. Также мы приглашаем всех архангелогородцев в поморскую филармонию. Там великолепные всегда программы и для детей, и для взрослой аудитории. В наши театры, театры драмы, архангельский молодежный театр, театр кукол, музей «Малые Карелы». То есть все площадки нашего города, они готовы принять архангелогородцев. Талия Ивановна, спасибо, что были с нами сегодня в это утро. Спасибо вам с наступающим Новым годом. Всем благополучия и тепла в семьях. Спасибо. Спасибо. Не менее, а может и более важная, чем новогодняя ель, часть подготовки к Новому году – это составление праздничного меню и его воплощение в кулинарные шедевры. Ирина Ившина подсчитала, во сколько обойдется в этом году традиционный салат «Оливье». Поверьте, расчеты будут показательны даже для тех, кто давно от него отказался. Цены на продукты питания в Архангельской области выросли с начала года на 3%. Таковы данные Архангельскстата. Для сравнения, в 2014 году продукты подорожали на 21%, в 2015 – почти на 13%. Специалисты Архангельскстата ведут наблюдение по 500 наименованиям товаров и услуг. Этот перечень утвержден Росстатом. И охвачено почти 800 организаций торговли, сферы услуг. И фиксируется ежемесячно почти 7 тысяч ценовых котировок. В Архангельск, кстати, говорят, сильнее всего в этом году подорожало сливочное масло на 113 рублей за килограмм. На 25% стала дороже рыба лососевых пород. Теперь она стоит в среднем 704 рубля за килограмм. Впрочем, некоторые продукты солидно подешевели. Так, яйца упали в цене на 9%, а овощи сразу на 30%. Несмотря на то, что некоторые продукты вернулись к своей прежней досанкционной стоимости, продуктовая корзина среднего Архангелогородца все равно изменилась. Люди начали переходить из премиального сегмента к более среднему. Например, если говорить про алкоголь, то с виски люди начали приходить на водку. Если говорить о сырах, то, конечно же, люди переходят из премиального сегмента, из более дорогих, иностранных сыров, на более дешевых. Люди начали себя ограничивать во вкусовых качествах. Наверное, меньше стал тратить, стал себе отказывать. В излишествах сильно, а в товарах первой необходимости понемножку. Мы, наверное, должны жить с сознанием того, что мы не можем говорить себе «нет». Мы должны говорить себе «да». Может быть, где-то я, может быть, и урезала. Но если мне что-то очень хочется, я стараюсь это сделать. Изменения цен сказались и на стоимости новогоднего стола, но весьма незначительно. Оливье на семью из четырех человек станет дороже на 9 рублей. Селедка под шубой изменилась в цене чуть больше. Она станет дороже на 12 рублей. В общей сложности новогодний стол вот с таким составом на семью из четырех человек обойдется вам 6 120 рублей. Это на 362 рубля дороже, чем в декабре 2015. Но обратите внимание на состав новогоднего стола. Здесь есть и икра, и мясные, и рыбные деликатесы, фрукты, сладости. В общем, все, что необходимо для достойной встречи Нового года. И, кстати, хорошие новости от торговых сетей. По словам ритейлеров, в первые месяцы Нового года роста цен на продукты и непродовольственные товары не ожидается. Ирина Ившина, Ольга Красулина, 7 дней в регионе. Разговор о ценах и вкусной еде продолжил с генеральным директором сети пиццерии «Преста» Юлия Чудаковой. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Вот только что в сюжете нашим прозвучала информация о том, что в 2016 году многие стали отказываться экономить на еде, отказываться от каких-то дорогих блюд в пользу более дешевых. Вот у вас есть такие наблюдения? Может быть, меньше стало заказов, меньше посетителей? Вы знаете, этот год для нас был очень продуктивный. Мы открыли четыре новых заведения. Абсолютно новый для нас формат кафе мексиканской кухни «Буррито» в торговом центре «Сафари». Открыли кафе японской кухни в торговом комплексе «Центр», называется «Токио». Открыли два уютных банкетных зала в развлекательном комплексе «М33». И буквально на днях у нас открывается самая большая пиццерия в нашей сети в торговом комплексе «Макси» на первом этаже. То есть экономический кризис вас благополучно виновал? Да. Скажем так. Я знаю, что в 2016 году у вас было такое приятное событие. Одно из ваших кафе было названо «Лучшим» на городском конкурсе. Расскажите, что это за кафе и что за волшебство вы там творите? Да, действительно. В этом году мы принимали участие в городском конкурсе на звание «Лучшего кафе города». И одна из наших пиццерий, которая находится по адресу Дзержинского, 7, корпус 4, напротив автовокзала, заняла первое место. Жюри оценивало все. Оценивало интерьер, обслуживание, качество приготовленных блюд, техническое оснащение кухни, услуги, которые мы предлагаем для наших маленьких гостей, возможность посещать наши заведения людей с ограниченными возможностями. И поэтому никаких чудес, соблюдения норм и наше отношение к работе позволило нам занять первое место. Дело в том, что вы просто думаете, видимо, о своих людях, о своих клиентах. Это самое главное. Что будет в новогоднюю ночь? Готовите ли вы какие-то, может быть, подарки, сюрпризы? Ну, вообще, работаете ли? Вы знаете, я думаю, что новогодняя ночь – это такой день, когда люди хотят собраться с семьей или ходят друг к другу в гости. Поэтому в новогоднюю ночь у нас будет работать доставка готовой еды на дом круглосуточно. А вот все новогодние праздники для наших гостей мы специально увеличили режим работы до 24 часов, чтобы все смогли к нам попасть. Юлия, вот вы сейчас стоите с коробочкой, наверное, не случайно. Да, совершенно верно. Не случайно я принесла в студию сегодня коробочку. Может, покажете как раз? Да, конечно. Мне хочется сказать, что в течение всех лет мы радуем наших гостей постоянными акциями. И в 2017 году их будет тоже очень много. И как раз об одной из них я хочу сейчас рассказать и даже показать, потому что акция уже стартовала и будет идти весь 2017 год. Пиццу вам привезут вот в такой фирменной коробке, на которой изображен кусочек пиццы. Собрав 10 таких кусочков, можно их обменять на нашу фирменную пиццу Преста. Поэтому заказывайте, собирайте и приходите к нам за подарками. Юлия, а кто ваши посетители? Вот расскажите, это дети, это семьи, это молодые пары. Кто ваш клиент? Вы знаете, больше, наверное, наше кафе – это кафе семейного формата. У нас очень хорошие, безопасные игровые детские комнаты. У нас прекрасное меню для детишек, для маленьких. Мы им приготовили к Новому году тоже небольшие подарочки. Очень красиво кафе наши украсили, им будет очень интересно. Поэтому ждем в гости с малышами. Юлия, спасибо, что вы пришли к нам в это утро. Спасибо вам за вашу работу. Поздравляем с наступающим Новым годом. Напоминаем, что с нами была генеральный директор сети пиццерий Преста Юлия Чудакова. Продолжаем. От праздников самое что не есть реальные будни. На уходящей неделе архангельский «Водник» провел последние в этом году домашние игры в рамках чемпионата страны. Хозяева льда принимали московское «Динамо». Обе встречи остались за нашими хоккеистами. Однако сейчас речь пойдет не столько об успехах северян, сколько о чемпионате в целом. В этом году турнир в Суперлиге проходит в новом формате. Устраивает он далеко не всех. Почему? Знает Алексей Карельский. В этом небольшом отделе поклонникам «Водника» сегодня предлагают сувениры и атрибутику не только в желто-зеленых тонах. Хозяин лавки Евгений Бучильников просит обратить внимание на черно-белые шарфы. Они отсылают покупателей к человеку, чье имя почти как в «Гарри Поттере» упоминать не рекомендуется. Евгений не боится. Мрачной вязаной продукцией он выражает свое отношение к руководителю Федерации хоккея с мячом России Борису Скрыннику. У молодого человека накопилось немало вопросов к функционеру. И по финансовой части, и по спортивной. Одна из претензий к нему в том, что с сезона 2016-2017 была утвердена новая формула чемпионата России, которая негативно в настоящее время сказывается на посещаемости чемпионата России. Еще год назад схема проведения чемпионата выглядела так. 13 коллективов играли по круговой системе. Матч дома, матч в гостях. По итогам регулярки, 8 дружин, набравших наибольшее количество очков, выясняли отношения в серии плей-офф, то есть на выбывание, пока не определится победитель. Что же изменилось? В этом сезоне турнир Суперлиги проходит в три этапа. На первом 12 команд разделены на две группы по территориальному признаку – условно-восточную и западную. Борьба идет только в рамках своей шестерки. Каждый коллектив играет с каждым по четыре раза. Два дня подряд на своем льду, так же и в гостях. На втором этапе четыре лучшие команды в каждой группе объединяются в одну. Грузить вас нюансами всех стадий турнира не будем. Важно понять следующее. После первого этапа все набранные командами очки сгорают. Уже этого, по мнению Евгения Бучельникова, хватило, чтобы интерес болельщиков к играм упал. Во-вторых, количество матчей в этом сезоне выросло фактически в два раза. Ничего хорошего это так же не принесло, считает молодой человек. Из-за спаренных матчей на второй спаренный матч в среднем приходит от 40 до 60 процентов меньше людей, чем на первый. Хоккеист не может выложиться на следующий день так же, как в первый день. Соответственно, идет снижение темпа, снижение скоростей, опасных моментов и так далее. Все это влияет на качество игры. Болельщик не видит смысла просто за что платить деньги, за что идти на стадион, если качество продукта значительно хуже, чем в первый день. Своё недовольство Евгений собирается выразить на матче «Водник» «Динамо-Москва». Вместе с теми, кто разделяет его мнение и приобрел шарф, изгоняющий скрытника. Впрочем, речь не о нем, а о новом формате. Мы отправились на стадион и спросили мнение других болельщиков. Высказал свою позицию по чемпионату и историограф «Водника» Виктор Антуфьев. Два матча играть на высочайшем уровне трудно, а порой и невозможно. Что касается плюсов, то да, те команды, которые имеют возможность задействовать большее число игроков, дают возможность им во втором матче проявить себя. Это плюс. Сейчас в «Воднике» играет 7 чемпионов мира. Как можно молодому игроку пробиться? А вот смотрите, Павел Пожилов, молодой игрок. Смотрите, как он блещет. Данила Кузьмин, 18 лет, он постоянно в матчах. О том, что новый формат чемпионата даст дорогу молодым, говорили и в Федерации. Но действительно ли он повлиял на ротацию игроков в том же «Воднике»? У нас, в принципе, вообще все выходят. В каждом матче ротация игроков идет хорошая. Дают играть всем, чтобы команда была ровная, чтобы был большой запас игроков хороших. Все зависит, наверное, от самих игроков, от молодых. То есть, если они будут показывать игру, они и будут играть. Интересный сравнительный анализ провел красноярец Владимир Демкин. Он в цифрах и на примере каждой команды показывает, что молодых хоккеистов на льду больше не стало, а посещаемость на стадионах реально падает. А вот давний поклонник «Водника» Алексей Шептунов считает, что винить в этом новый формат и Федерацию не стоит. Интерес к хоккею с мячом вообще падает, к сожалению. Это такая объективная реальность, потому что все-таки это вот такая забава, которая, скажем, немножечко устаревает в век высоких технологий и так далее, и так далее. Все меньше людей, которые готовы приходить на стадион в любые морозы и болеть за любимую команду. Это просто смена ценностей. С этим, к сожалению, наверное, ничего не поделаешь. Алексей, кстати, новый формат чемпионата устраивает. Если при старой форме возможны какие-то случайности, скажем, неправильные судейства, которые повлияют на результат или еще что-то такое, то две сдвоенные игры, они показывают полную силу команд. Что ж, сколько людей, столько и мнений. Кстати, у Евгения Бучельникова и его команды выразить свое отношение к происходящему не получилось. Людей в черных протестных шарфах можно было по пальцам пересчитать. Вели они себя мирно, ни к чему не призывали. А самого Евгения мы застали вообще без вязаного атрибута. Как же так? Федерация хоккей с мячом вовремя успела отреагировать. Соответственно, шарфы были запрещены к продаже. Запрещены к продаже на территории стадиона. Соответственно, на входе людей очень внимательно осматривали. Это не то, на что мы рассчитывали. Федерация хоккей с мячом про акцию группы болельщиков, похоже, знала. Заблаговременно отнесла матч к категории повышенной степени риска. Впрочем, наши болельщики повода для санкций не дали. Благо, и настроение было хорошее. Обе встречи с «Динамо» завершились в пользу водника с общим счетом 11-1. Что до нового формата, как у любого нововведения, у него есть сторонники и противники. Кто-то определится со своим отношением к нему на исходе чемпионата. Пока водник на коне, но объективно в более слабой западной группе. Стоит ему забуксовать на втором этапе, как многие вспомнят про напряженный график встреч, как следствие травмы игроков, пустеющие трибуны. Однако, если наша команда продолжит уверенную поступь, полагаем, найдутся и те, кто скажет. А ведь это первый этап позволит наладить командное взаимодействие и обкатать молодежь. Алексей Карельский, Артем Юдин. Семь дней в регионе. Своё отношение к новому формату чемпионата, в частности, к его первому этапу, мы попросили высказать и начальника команды «Водник» Дмитрия Минина. В финансовом плане, конечно, это хорошо. Первый этап, он экономит деньги, и команды, которые играют в своей группе, это западные команды, им не надо ехать на восток, в Хабаровск, в Красноярск, где слишком дорогие будут перелеты, и всё. Конечно, на первом этапе мы экономим большие деньги. То, что касается второго этапа, ну там, вот он будет весь чемпионат и складываться из этих двух месяцев. А в чём смысл вообще первого этапа, если очки, ну, по сути, не учитываются? Сначала все задавали такой вопрос, что не будет интереса, и игрокам будет не настолько интересно играть, потому что очки не учитываются. Все игроки профессионалы, и, поверьте, каждая игра, она очень важна, и первая, и вторая, и последующая. Повлиял ли новый формат на то, что молодёжи дают больше шанс играть? Да вы знаете, наверное, нет. Нет, у нас сложилось просто с играми, что Даня Кузьмин, молодой игрок, 97-го года рождения, попал в основном в состав, и сегодня он за собой прочно занял место Либера. Что касается остальных ребят, да немного они времени играют. Но, с другой стороны, вот опять же, матчей стало значительно больше. Как это сказывается? График-то ведь напряжённый. График очень напряжённый. Если мы сыграли последние 10 матчей подряд, мы дали ребятам отдохнуть неделю вообще, потому что, говорю, у многих там паха подёрнута, если так говорить в хоккейном смысле слова. Травмы, травмы все на самом деле очень серьёзные, и это всё сказалось от интенсивности матчей. Мы всё-таки, говорю, такой вид спорта, который нужны перерывы. Вторая игра подряд, она негативно сказывается в целом для игроков. Впереди у водника выезд в Казань и Киров. Наша дружина может спокойно отправлять в лазарет травмированных и наигрывать резервистов. Команда идёт в лидерах своей группы, и за оставшиеся на первом этапе 8 матчей лишь в теории может опуститься ниже 4-го места, дающего путёвку в группу сильнейших. Именно игры второго этапа против Енисея, СКА, Нефтяника, Байкал, Энергии покажут реальные возможности нашей команды и точно приведут на трибуны гораздо больше болельщиков. На этой оптимистичной ноте и попрощаемся. С вами была Светлана Дейнека. До встречи.